Всем привет! Это видео третья часть по монтажу системы полива. Она же финальная, она же по моему скромному мнению самая познавательная и интересная. Первые две части вы найдете в плейлисте по вот этой ссылке. Ранее я смонтировал центральную поливную магистраль из трубы PND диаметром 32 мм и к ней через редукционные тройники и краны подсоединил плечи из трубы PND диаметром 20 мм. Теперь осталось подключить к плечам поливочные микроджеты. А вот теперь давайте поподробнее. Есть такая китайская фирма Presto PS. Ее представительство есть в Украине и фирма специализируется на производстве всяческих деталей для полива. Если вы подумали, что это рекламная интеграция, то вы ошиблись. На самом деле из всего огромного ассортимента производимого компанией Presto PS добрых процентов 90-95 это бесполезная ерунда. Фуфло, бутер, порожняк, как хотите так и называйте, суть от этого не меняется. Иной раз смотришь на то, как функционирует какая-нибудь микроджета из многих и думаешь, ну кто ж тебя так зря родил. Но, если тщательно порыться в этой куче навоза, то можно отыскать парочку поистине бриллиантов. Чем я и занялся и отрыл для вас несколько видов незаменимых деталей для полива, сэкономив вам уйму времени и денег. Про два таких микроджета мы поговорим сегодня, покажу все в подробностях. Остальные хорошие образчики покажу позже и, если будет время, продемонстрирую плохие варианты. Впрочем, относительно поганых вариантов, возможно, я не объективен. Возможно, увидев, как они работают, вы решите, что для вас, для ваших задач это самое то. Так что пока подвесим этот вопрос в воздухе. И займемся вопросами насущными. Кстати, относительно качества продукции компании PrestoPS, качество материалов на высоте. Пластик отличный, детали стойкие к ультрафиолету не разлагаются на солнце. Стойкие к перепадам температур, стойкие к механическим повреждениям, скажем, от замерзания. Пользуюсь некоторыми деталями очень давно, подводных камней не замечал. Как раз в этом аспекте обошлось без сюрпризов. Также на высоте качество изготовления. Никаких заусенцев, процент брака минимален. Рассмотрим два микроджета. Несмотря на внешнее сходство, это два разных микроджета. Вот их полное название. Разница вот в чем. Зонтик Б, так называется этот микроджет, распыляет воду по вот такой условной траектории. И это хорошо. А вот зонтик А распыляет воду по вот такой траектории. И тут уже, казалось бы, что-то не совсем то. Но, если зонтик А перевернуть, то переворачивается и траектория распыления воды. Следовательно, зонтик Б для размещенных на земле труб. Зонтик устанавливается как бы снизу вверх. Зонтик А для труб, размещенных наверху. Скажем так, на потолке. Например, над площадкой для контейнерного выращивания растений. Трубы проходят сверху. К трубам крепятся подвесы с грузиками. И на подвесы крепятся микроджеты типа зонтик А. Сверху вниз. Вот и вся разница. Хотя это не мелочь. При заказе не путайте. Фирма-производитель позаботилась об этом. И флажки распылителей у микроджетов разных цветов. Черные и зеленые. У меня трубы проходят по земле. Соответственно, мне нужен микроджет Зонтик Б. Тот, который полностью черный. Как вы уже догадались, микроджет это еще не все. Чтобы присоединить микроджет к трубе, понадобится пару деталей. А именно. Нам понадобится адаптер внешний для микроджетов. Его полная маркировка на экране. И понадобится стартер для трубки Прест АПС микроджет 5 мм. Маркировка также на экране. Маркировка важна, так как стартеров и адаптеров великое множество у компании Прест АПС. Нам нужны конкретные для конкретной трубки и микроджет. Ну и понадобится сама трубка капельная слепая диаметром 5 мм. И толщиной стенки 1 мм. Кстати, зацените. Помните, я говорил по цене слепой трубки? Так вот, труба ПНД диаметром 20 мм стоит 2 гривны за метр. А слепая трубка Прест АПС диаметром 5 мм и толщиной стенки 1 мм стоит 8 гривен за метр. Но держитесь за шляпу. Точно такая же трубочка с толщиной стенки уже 1,5 мм стоит уже 15 гривен за метр. Благо мне хватит трубки с толщиной стенки 1 мм. Больше не нужно, а то бы разорился. Так вот, микроджета надевается на адаптер. Надеваем посильнее, чтобы давлением воды не сорвало микроджету и не запустило в стратосферу. И уже адаптер гарпунчиком засовываем в трубку. Делается это легко и без усилий, но обратно уже вытащить не получится. Если все же возникнет необходимость разобрать, то придется это делать с помощью ножа. Повторюсь, качество изготовления деталей Прест АПС на высоте. Теперь немного отвлечемся от микроджета. Как вы наверное догадались, микроджеты будут располагаться на некотором возвышении над школками с растениями. На металлических штырях. В качестве штырей подойдет что угодно. Кругляк, арматура, даже проволока толщиной не меньше 6 мм вполне подойдет. На крайний случай сойдут и деревянные палки. Правда, они не такие долговечные, но на первый случай вполне сгодятся. Пару лет прослужат, потом можно заменить. Штыри я использую длиной 1 метр 40 сантиметров. 30 сантиметров заходит в землю, а 1 метр 10 сантиметров возвышается над землей. Для этих микроджет высота 1 метр 10 сантиметров самая оптимальная. Пробовал я размещать выше, ниже и пришел к тому, что оптимальная высота 1 метр 10. Можете поиграться с высотой, возможно придете к личным выводам, которые будут отличаться от моих. Штыри располагаю по центру тропинки или прохода между школками. Для удобства можно натянуть нитку по всей длине дорожки в качестве разметки. И штыри устанавливаем на расстоянии друг от друга не более 3 метров. Можно меньше, больше не стоит. Ну, 3 метра 10 сантиметров можете сделать расстояние, но это уже крайняя мера, позже поймете почему. Первый штырь я размещаю на расстоянии 1 метр 10 сантиметров от начала школки. Последний штырь размещаю на таком же расстоянии от конца школки. Измеряю расстояние от первого до последнего штыря и это расстояние при помощи калькулятора делю на равные отрезки. Но чтобы они получались не более 3 метров. У меня участок не совсем правильной формы, поэтому на первом плече расстояние между штырями 3 метра ровно. На втором плече 2 метра 90 сантиметров. И на третьем плече 2 метра 83 сантиметра. Можно конечно так не заморачиваться, а начать выставлять штыри на расстоянии 3 метра друг от друга, а в конце школки уже как получится. Но я заморочился, так как полив этот делается на много лет, демонтироваться он долго не будет, поэтому постарался сделать максимально выверенно. Ну и по штырям выравниваем трубу плечо и крепим скобами к земле уже по всей длине. Все готово, можно приступать к монтажу микроджет. Я делаю это так, беру микроджету, уже надетую плотно на адаптер с трубкой и располагаю вот таким вот образом относительно вершины штыря, чтобы сам микроджет возвышался над штырем. Бортик адаптера опираю об вершину штыря и приматываю обычным скотчем. Примитив, скажете вы, да, можно заморочиться с термоусадочными трубками, кембриками, но мне нужно действовать быстро, жара становится более сильной, работаю с тем, что есть под рукой. К тому же скотч не самый плохой вариант. Знаете, как говорят американцы, если вы что-то примотали скотчем и скотч не держит, значит намотали мало скотча. Да, скотч разваливается на солнце со временем, но не проблема в начале нового сезона пробежаться между рядами и мотануть пару новых слоев поверх старых уже потрепанных. Прихватываю трубку к штырю скотчем, посредине и внизу, но не в самом низу, а сантиметров 15 от земли. И теперь мое любимое, нужно пробить трубу, установить в нее стартер и на стартер надеть трубку. Вам компания PrestoPS предложит приобрести дырокол для слепой трубки, но я предлагаю вариант получше. Берем наборную отвертку, выбираем самую тонкую крестовую насадку, чтобы насадка не была толще диаметра стартера. И отверткой с этой насадкой пробиваем трубу. Делаем отверстие не под самым штырем, а на расстоянии 10-15 сантиметров от него. Отверточная насадка не позволит нечаянно пробить трубу насквозь. Проворачиваем отвертку пару раз, для придания отверстию более правильной формы. И все, отверстие готово. Далее в отверстие нужно вставить стартер для трубки. И небольшое дополнение. На один конец стартера, который будет вставляться в трубку, наматываем небольшое количество фум-ленты сантехнической. 2-3 витка буквально. Это послужит как прокладка. И не позволит воде вытекать там, где не нужно вытекать. Если есть вариант пробойниками наклепать резиновых прокладок соответствующего размера и старой автомобильной камеры, то будет конечно получше. Я же делаю так. И вот же западло, 15 раз до этого сделал идеально. Как только включается камера, руки словно становятся обе левые и меняют место своего произрастания. Болезнь наверное какая-то. Короче вы поняли общий принцип. Потом беру ту же отвертку, вынимаю насадку из отвертки, вставляю в отвертку стартер и вот таким вот образом вставляю в трубу. До характерного щелчка, который означает, что стартер сел идеально. Далее отрезаю трубку от общего мотка, но с учетом небольшого запаса. Такой запас необходим, так как труба ПНД то нагревается, то остывает. А значит постоянно двигается вперед-назад, сама по себе, даже закрепленная скобами. И чтобы трубку не натягивала, надо сделать небольшой запас. Такая вот конструкция получилась. Проделываем это все еще 15 раз и все готово. Школки готовы к поливу, запускаем. Резюмируем. Характеристики микроджета, заявленного производителем, полностью соответствуют реальности. Заявлено рабочее давление от 2 до 4 бар, при этом диаметр полива от 4 до 6 метров. У меня насос выдает 3 бара, при этом диаметр полива 5 метров. То есть написанному верить. Расход воды при давлении 2 бара указан 40 литров в час. Точно не скажу, но вроде бы как соответствует. Думаю у меня при 3 барах водовылев литров 50-60 в час. Камера показывает, будто капли сносит в сторону легким дуновением ветерка. Так и есть, капли мелкой фракции действительно сносит. Но есть более крупные капли, которые незаметны, но поверьте на слово, они долетают по назначению. Впрочем, зачем на слово, достаточно показать результат полива. Как видите, все что было запланировано полить, то полилось. Граница видна отчетливо. 16 микроджет зонтик B, поднятые на высоту 1 метр 10 сантиметров, расположены на расстоянии не более 3 метров друг от друга, накрывают и качественно поливают землю площадью 2,5 сотки. 32 микроджета увеличивают эту площадь в 2 раза, 5 соток соответственно. И такой полив гораздо долговечнее капельного полива и гораздо дешевле. И для моих растений лучше. Хвойные растут быстрее и красивее, если их часто купать. Понимаете, о чем я, если обращали внимание на растения после дождя. Поверьте, если бы были какие-нибудь подводные камни, я бы рассказал про них. А так их просто нет. Поэтому, если захотите повторить за мной, уверяю, разочарованы не будете. Думаю, через какое-то время мы продолжим тему полива. Покажу вам другие виды полива и поливалок. И они будут вообще другие, но при этом не менее полезные и практичные. Есть у фирмы Presto еще 3 поливалки, достойные вашего внимания. В ближайшее время приобрету и покажу. А на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.